приветствую вас уважаемые зрители в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о растении которое называется мордовник расскажу вам какими полезными свойствами обладает это растение где оно используется в медицине посмотрим есть ли какие-то противопоказания к применению как приготовить лечебный настой ну и некоторую другую информацию о этом растении я вам также расскажу итак мордовник относится к семейству астровые существует вообще два наиболее известных вида этого растения это мордовник обыкновенный и мордовник шароголовый я вам буду рассказывать о мордовнике шароголовым но первый вид который я упомянул обладает точно такими же лечебными свойствами такой же у него химический состав вот и оба эти вида используются для лечения одних и тех же заболеваний значит небольшое такое описание вначале высота мордовника шароголового в среднем составляет около одного метра может быть больше доходить до двух метров стебель прямой ребристый вверху разветвленный листья у растения перистые рассеченные на ощупь такие шероховатые вверху они темно-зеленые снизу листьев такой сероватый оттенок цветы мордовника белого цвета собраны они в такие крупные довольно крупные шаровидные корзины диаметр такого шара около 3-5 сантиметров пыльники темно-голубые цветет мордовник шароголовый в июне и распространен в странах южной и северной европы в малой азии в странах снг мордовник растет на юге россии в украине белоруссии и на кавказе кроме горных районов растет он на пойменных лугах на полянах на опушках также в степях и вдоль дорог отличными доносом кстати является мордовник также он известен под названиями яжовник мордвинник и асод черный что касается химического состава в растении содержится не так что много веществ в лечебных целях используют семена мордовника они содержат алкалоиды самая ценная из которых это эхинопсин и жирные масла научная медицина например выделяет из этого растения только вот этот алкалоид эхинопсин но сейчас его конечно же не так активно добывают как раньше появились какие-то более сильнодействующие препараты поэтому мордовник шароголовый сейчас уже перекочевал в народную медицину ну давайте посмотрим где же он применялся до недавних пор в научной медицине и так используют его для стабилизации кровяного давления было научно доказано что алкалоид эхинопсин в малых дозах способен повышать кровяное давление а в больших он наоборот понижает также его используют при радикулите при полиомиелите также при периферических параличах и мышечной атрофии улучшает этот алкалоид проведение возбуждения в нервномышечных синусах поэтому помогает при параличах сейчас кстати с этой целью использовать насколько я знаю стрихнин вместо эхинопсина эхинопсин кстати тоже немного ядовитый поэтому часто употреблять растения тоже не следует давайте посмотрим где же мордовник используют в народной медицине и так применяют его артеголовной боли при эпилепсе при рассеянном склерозе как патагонное и мочегонное средство при атеросклерозе и при заболеваниях кожи что касается противопоказаний их в принципе и нету не советует только применять мордовник в случае если у вас индивидуальная непереносимость и во время беременности также не следует что касается заготовки заготавливают в лечебных целях шаровидные корзинки мордовника шароголового собирают их когда соцветит приобретут такой бурый цвет это обычно в сентябре вот и затем сушат на открытом воздухе до тех пор пока корзинки не начнут распадаться но это еще не семена на слайде вы видите семена как раз внутри обычно корзинки мордовника разрушают на таких типа клевера терках и затем их уже очищают на веялках ну и напоследок расскажу вам как приготовить отвар который помогает при мышечной атрофии готовится он следующим образом берется одна чайная ложка семян мордовника обыкновенного или шароголового заливается стаканом воды доводится все это дело до кипения и кипятится в течение одной-двух минут затем отвар отставляют и настаивают в течение трести минут после чего его процеживают и принимают по одной столовой ложке перед приемом пищи три раза в день принимают на этом все всем спасибо за внимание будьте здоровы всем пока